Кровать стояла большая. Черные стены, обвалившиеся доски, все, что осталось от дома Степановых. Трагедия произошла рано утром. Семья проснулась от громкого щелчка на кухне. Замкнула проводку считанные минуты и пожар охватил весь дом. Огонь за 10, наверное, распространился. Ребенок в это время был в гипсе. То есть мы его через окно в огород пришлось вышибать раму. В общем, кое-как успели сами выйти. Мужу уже выйти помогали соседи. Деньги, одежда, мебель все сгорело дотла. Большой и уютный думали на века. В этом доме жили еще родители Гульнары, а позже переехала и она сама с мужем и двумя детьми. После пожара Степановых на время приютили родственники. Дайте мне винтовку, я пойду на бой. Меня никто не тронет. Я маленький герой. Ортопедический матрас, кресло, коляска и тренажер. Вместе с домом сгорели средства реабилитации для Артема, сына Гульнары. Мальчик родился с диагнозом ДЦП. После пожара состояние ребенка ухудшилось. Под свое крыло семью временно взял Казанский детский хоспис. Здесь для ребенка и общение с другими детьми и нужный уход. Здесь, конечно, замечательные условия, как дома созданы. Питание, петеразовое. Полностью на обеспечении. Памперсы, все хозяйственные товары. То есть всем здесь обеспечивают. Сейчас состояние Артема стабильное. Через две недели семью выписывают из хосписа. Им снова некуда идти. Просорный дом, уютные комнаты, зеленый сад. Вот о чем мечтают Степановы. Собрать деньги на восстановление дома самостоятельно они не могут. Все средства уходят на поддержание здоровья Артема. Татарстан не без добрых людей. Помочь восстановить семейное гнездышко может каждый желающий. Реквизиты банковского счета на экране. Алина Бережная, Марат Сидгораев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова